из санкт-петербурга а сейчас как впечатление это уже все-таки прохладно еще не холодно не холодно на работу отопление пока иногда плохо когда выключают восток на электричестве отопления газ тоже есть вот какой срок службы вот допустим этого материала ну достаточно длительный с чесними так у него бы большой износоистойчивость то есть тут уже ходить и ходить он специально сделан для ступеней и по большая терраса у вас есть да такая одной с одной стороны хорошо большая другой недостаток всех здесь вода здесь а здесь ветра вот так как раз по идут когда дождь идет все заливается у нас проливается у вас на своих дом да в общем уходит конечно но все равно мокрая не там протекло где не протекло понятно а так что я могу сказать такого еще что еще ну я не знаю насколько покажете я все вот здесь что внутренне как внутренне как было так и есть за этим можно выда спасибо по плану юры это так скажем хозяйственная комната где-то да можно посмотреть вот такая комната гардероб постирочная вот это думаю что еще пользуется сушитель здесь и не стирать машину от купил остальные остальные вот эта комната в бане дальше там живая санузлов у вас 12 это кладовка большой дом ос снаружи не скажешь да 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 это тоже комната живая серёга комнатки небольшие это уже вторая комната это тоже живая это третья комната вот это более картина компом поэтому воду наливанный обещали выключить семян Без воды не сидим. Отключают воду иногда, да? Не воду, а это электричество. Ага. Электричество. Понятно. Это, значит, спальня. Здравствуйте. Это четвертая комната, да? Да, спальня. Здесь вот варный туалет. А, там свой санузел отдельный, да, есть? Ага. И такая большая кухня у вас. Да, в сне даже есть не в основном. Да? Кухня, ребят. Как вы, довольны проживанием в таком доме? Да, конечно, просто. Какая в Москве, такая-то вообще. Там конура. А здесь кухня прям. Ладно. И окна большие. Не конура, а нормальная квартира. Это вот сырой. Ага. Угу. Угу. Уж извините нас, что побеспокоили. Просто я из Питера приехал посмотреть. А вы не знаете, как стройка проходила? Были ли какие-то проблемы, претензии, может быть? Нет. Это Юра. Это Юра. Я никакого участия не принимал. Не принимаю живу. А так не... Это сын ваш, да, Юрий? Да. Понятно. Ну ладно, еще раз извините, что побеспокоили. Мы тогда поедем. Все нормально. Недостаток, вот если как бытовой, я бы сделал что? Ниже сантиметров на двадцать. Потолки? Да. Как дачный дом и как жилой. Чтобы топить было легче. У вас теплые полы, да, я чувствую? Угу. Теперь окна, конечно, хорошо, когда света много. Но зимой-то все будет уходить. Коля, это его... Я говорю, проблемы бытовые. Это же не претензия. Просто вы должны что-то знать, что кому-то какие. Вот это сантиметр на двадцать спокойно, ниже. И тепла сохранится и материал меньше. Экономия материала. Ну да. Но я думаю, что Юрий специально попросил вот такие потолки. Да, верно. Он любит... Большие окна. Кстати, я вот зашел, кухня очень красивая, большая. И прямо, мне кажется, окна очень украшают эту кухню. Да, вот именно, да. И были бы маленькие, как бы смотрелось. Да, был немножко по-другому. Просто сейчас современные окна, современный материал, они позволяют сберегать тепло в доме. Даже при таких больших потолках, высоких потолках. При таких... Вы не мерзнете? Нет. Абсолютно. У меня кошка спит на полу. То есть пол... Пол теплый. Да. Это во всем доме пол теплый, да ведь? Нет. Там можно включать какие... Отопление во всем доме, но по раздельной комнате. Не все там, не за... Не последовательно, а за параллельно. У нас все не надо сейчас пока никого. Нет, мы вдвоем. Угу. Понятно. А сколько тратите на отопление, не знаете? Еще... Не... Мы... Лето... Осень теплая была, еще сильно не тратились. Так что... Пока не знаете, да? Трудно сказать. А как давно уже заехали, живете? Ну, мы... Месяц, наверное, да? Ну, да, примерно. Мы сюда приезжаем только... Мы, да, не постоянно, а... Он еще работает, он еще работает. Вот приезжаем в среду. Угу. Сын отвозит нас. Угу. В среду опять следующий приезжает. Ну, понятно. Так что... Ладно, Юрию большой привет передайте. Жалко, что мы не встретились. Конечно, с ним было бы более продуктивно пообщаться. Да, он все, он все ввел. Ну, это... А я так... Понятно. Ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз извините, что вы беспокоили.